В эту пятницу Джо Байдену снова повезло. И не ему одному. В этот день он прибыл в Питтсбург для пропаганды подписанного им в ноябре закона об осигновании одного триллиона двухсот миллиардов долларов на инфраструктуру, за которой голосовали демократы и даже могучая кучка республиканцев. Из нижней же следующего будет ясно, почему в письменном тексте я заключил инфраструктуру в кавычки. За несколько часов до прибытия президента в Питтсбург, а именно в 6.45 утра, там обрушился мост через поросший лесом овраг Фернхоллоу, что позволило Байдену проиллюстрировать на свежем примере своевременность его знакового закона. Каждый день этот мост, построенный 52 года назад, пересекают более 14 тысяч машин. Но ранним утром на нем было всего четыре и один автобус с водителем и двумя пассажирами. Начало занятий в этот день было отложено на два часа, и мост, в отличие от обычного, не был забит школьными автобусами. Никто не погиб, а пострадавших было всего десять душ, причем большинство из них спасатели, выбившиеся из сил или получившие ерундовские травмы. В больницу было отправлено всего три человека, чьей жизни ничто не угрожает, по крайней мере в данный момент. Водушевленный таким исходом, Байден заявил, что его закон позволит отремонтировать все 43 тысячи неблагополучных мостов в Америке. Мы высылаем деньги, воскликнул президент. На самом деле, неблагополучных мостов в стране более 45 тысяч. Во-вторых, ассигнованных на их ремонт денег никак не хватит даже близко. Как сострила Wall Street Journal, хватит, если только Байден одолжит деньги у фонда Министерства энергетики, предназначенного на финансирование проектов развития зеленой энергии. Байденовский закон об инфраструктуре выделяет на мосты какие-то 40 миллиардов долларов. На первый взгляд, это гора денег. На второй, это горка по сравнению со 156 миллиардами, ассигнованными на общественный транспорт и на железные дороги, которые стонут под бременем разорительных контрактов с профсоюзами и страдают из-за исчезновения пассажиров. Несмотря на все потуги зеленых, главным видом общественного транспорта в США остается автомобиль. Другим призером закона об инфраструктуре является зеленая энергетика, пишет Journal. Министерству энергетики, например, достался 21 миллиард только на демонстрационные проекты в области чистого водорода, улавливания углерода и других зеленых радостей. Еще 6 миллиардов предназначены для спасения ядерных реакторов, которых убивает конкуренция с возобновляемыми энергоносителями, получающими субсидии от государства. Минэнергетики также получила полномочия потратить 40 миллиардов на финансирование крупных проектов по развитию зеленой энергии. Министерство с гордостью сообщает на своем сайте, что число заявлений на гарантии кредитов увеличилось сейчас в 23 раза. Ждите много больше гарантированных налогоплательщиками стартапов вроде Солиндры, «Глумица Джорнал», имея в виду прогоревшую при Обаме компанию по изготовлению солнечных панелей, которая обошлась казне в полмиллиарда. Окончание следует Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова